Здравствуйте, гости дорогие этого мероприятия. Я приехала из Красного Яра, место, где пролёг путь 25-й Чапаевской дивизии в годы Гражданской войны. Но, наверное, прежде всего вас интересует, кто же такой Василий Иванович Чапаев. Дорогие мои, это один из ярких талантов, военных талантов нашей Родины. Поскольку даже Владимир Ильич Ленин говорил о том, что гражданскую войну выиграли унтер-офицеры царской армии. Те люди, которые получили именно военные университеты, находясь на полях Германской войны 14-го года. Нужно сказать, что Василий Иванович родом из Чувашии, деревни Будайка, Чебоксарского уезда. И нужно сказать, что сегодня место этой деревни занимает огромный музей, посвященный Чапаеву. До сих пор Василий Иванович считается национальным героем Чувашии. Несмотря на то, что по национальности это русский человек. Родился он четвертым ребенком в семье крестьянином. И вообще должна была быть его фамилия Гаврилин. Но его дед сплавлял плоты по Волге. И когда нужно было доставать плоты, он командовал Чапай, Чапай, вычерпывай. И отсюда, от этого и пошла их фамилия Чапаевы. Василий Иванович Чапаев был в мирной жизни прекрасным плотником. Он даже принимал участие в строительстве церквей. И нужно сказать, что и сегодня эти строения есть там. И в Чувашии, и в Заволжье, и в Саратовской области, и в Балаково они есть. Где его юность прошла. И ну вот я сказала вам, что на поля германской войны в 2014 году он прошел военные уроки. Свои знания получил. И нужно сказать, что он до такой степени в то время был талантливым уже человеком до мозга костей, что он получил четыре гердеских креста. Это высшая награда царской армии. И чин подпрапорщика. Уже в 1917 году он вступил в партию большевиков. Имея уже семью, троих детей. И вот его военная деятельность. Вот в фильме «Чапаев» мы с вами видим, что его Фурманов сделал таким человеком. Нет. Дмитрий Андреевич Фурманов – это четвертый комиссар, с которым довелось работать Чапаеву за два года службы советской власти. Пятым был Батурин, который погиб вместе с ним в Бищенске, ныне город Чапаевск, Уральской области. Так вот, дорогие мои, Василий Иванович Чапаев на полях гражданской войны, уже в Саратовской области, он был военным комиссаром Саратовского уезда. Он навел такой порядок там. Вообще. И нужно сказать, что Дмитрий Андреевич Фурманов, прибыв на Восточный фронт, сделал первую запись к своему будущему роману Чапаеву, здесь повсюду можно слышать о Чапаеве, о его славных отрядах. Легенда. Не человек восклицает он. Нужно сказать, что Василий Иванович Чапаев – это был человек прямой, открытый. И вот когда на Уральском фронте в 4-й армии командующих Весен в то время был, он никак, понимаете, Василий Иванович, не мог исполнить приказы, которые отдавал командующий, поскольку он видел, что будет большой урон, что потеряет много живой силы. И поэтому он на своё усмотрение именно сам разрабатывал планы для... И люди ему верили. Вот представьте себе, надо придумать пойти в бой в Папахах летом. А почему Василий Иванович так? Да потому что поле застрянет в Папахе, и человек останется жив. Вот таких очень много мудрости было в этом человеке, которые помогали спасать, именно оставлять живых. И люди шли действительно к нему со всей округи, как бы попасть к Чапаеву в дивизию. Большой славой пользовался Василий Иванович Чапаев. Нужно сказать, что вот этого неудобного человека отправили в Академию. Четыре месяца он пробыл там, неоднократно писал рапорты о том, чтобы его отчислили из Академии, поскольку, он говорит, как же мои товарищи там воюют, а я вот тут отсиживаюсь в этой Академии. И, наконец, он пишет письмо Линдову, политотдел возглавлял он 4-й армии. Я прошу освободить меня от всего этого. Но опять получил отказ. И в конце концов пишет заявление на краткосрочный отпуск и отбывает на родину. Он побывал в семье и приехал на Восточный фронт в свою дивизию, которую уже вторую он создал. Первую отдал Сергею Парменовичу Захарову по приказу перед отправкой в Академию. А это уже перед тем, как его отправили на верную гибель на Уральский фронт уже в четвертый раз. И, что интересно, заступил новый командующий, беленький фамилия такая, и спрашивает, видит донесение от Василия Ивановича, и спрашивает, а что там, Чапаев погиб, наверное, уже. Нет, говорит, Василий Иванович вышел из окружения блестяще с меньшими потерями. И когда его попросили сделать подробный доклад о содеянном подвиге, он сказал, да вышли там, где меньше всего нас ждали. И вот таким вот образом этот человек умел совершать вот такие вот, знаете, деяния, которые действительно вызывали уважение к этому человеку. И вот уже после Академии он возвращается на Восточный фронт. Его дивизия находится в городе Сорочинске, Оренбургской области. Он прибывает туда, собирается огромное количество и мирных жителей, и его дивизия. И в Сорочинском клубе, значит, прошел митинг. После этого заиграли Камаринскую. Это любимый пляс Василия Ивановича Чапаева. Он так отплясывал, что переписал всех. Вот радость встреча со своими друзьями, со своими соратниками, как это самое правильно выразить, соратники. И после этого он прибывает в Самару, в Фрунзе. Фрунзе, когда ему доложил сиротинский, его адъютант, что сейчас в кабинет войдет Василий Иванович Чапаев, поежился и подумал, это, наверное, такой громогласный человек. Он не любил громогласных людей. К его удивлению вошел невысокого роста, худощавый человек, строго по-военному одетый, и представился Чапаев Василий Иванович. И, конечно, Василий Иванович был назначен в свою дивизию снова. И вот проходит Бугурусланская, это небольшие такие операции, Белебеевская, где, кстати, нужно сказать, что Василий Иванович у нас в Башкирии всего было два месяца. 15-18 мая дивизия переправилась через реку, и вступив на территорию Башкирии. И уже 25 июня она была вновь на Уральский фронт. Так вот, за это время, дорогие мои, насколько тогда в нашей Башкирии сложилась обстановка, которая действительно решала состояние нашей страны. Обстоятельства вот эти все именно стеклись здесь. Получилось так, что к началу июня 2019 года наша Уфа, деревянная захолостная городишка, становится одним из основных укрепленных районов Белых на Урале. Военный министр Англии Уинстон Черчих, заверяя палату общин, говорит, что Уфа – неприступная цитадель на востоке России, и красным никогда не овладеть этой крепостью. Так вот, если Фрунзе, командующий Южной ударной группой, куда входило 4 армии, принимает на себя командование 4-й армии, в которой входит 25-я дивизия, получает телеграмму от Троцкого, командующего всеми силами страны, военными силами. Троцкий пишет, что нужно большую часть, лучшую часть войск отправить под Питер, поскольку там активизировалось движение Юденича. Фрунзе телеграфирует Ленину. Промедление на данном участке смерти подобно. И Владимир Ильич Ленин пишет, если мы до зимы, 29 мая, помните, 19-й год, до зимы не завоеваем Урала, я считаю гибель революции неизбежной. Но для них это было понятие государства в то время. Поэтому Башкирия наша получила еще в марте автономию, самая первая республика, поскольку действительно вот эти нити все здесь собрались. Из всех, если Фрунзе планировал в районе Тюкунево переправить через Белую, то на плечах противника влетает в Красный Яр к реке Белой Василий Иванович Чапаев со своей дивизией. Здесь прошла самая большая, самая крупная, самая грандиозная уфимская операция, боевая операция, которая, нужно сказать, сегодня легла в основу военного искусства. И нужно сказать, что сюда входит освобождение станции Чешмы, где находился, кстати, штаб Фрунзе на колесах на железной дороге, и взятие Уфы. Белые ждали, значит, Чапаевскую дивизию в районе железнодорожного моста. Ее дислокация размещалась от устья реки Йомы до села Красный Яр. Справа, значит, после устья реки 24-я дивизия железная шла, а рядом после Красного Яра от Пестрой горы шла 26-я дивизия. Матисевича. Так вот, дорогие мои, Василий Иванович отбивает два парохода, но он создает ударную группу. Вся дивизия разместилась по всему берегу реки Белой, а здесь, в Красном Яре, ударная группа. И нужно сказать, что два пароходика вот эти сыграли очень большую роль в переправе 25-й дивизии. И что интересно, там река Белая образует полуостров. И вот в горловине этого полуострова единственный ряд окопов белых был. Основные приготовления они сделали в районе железнодорожного моста. Белые взрывают шестой пролет железнодорожного моста. И вот сегодня вы можете увидеть над мостом приподнятую конструкцию. Вот этот мост восстанавливал Дмитрий Михайлович Карбышев. Тот самый Карбышев, которого фашисты в годы Великой Отечественной войны превратили в ледяную статую. Так вот, Василий Иванович Чапаев, значит, он, как бы объехав все свои соединения, я должна сказать, мы привыкли видеть Василия Ивановича на коне. Знаете, что ему очень сложно было ездить на коне верхом. Поскольку он имел ранение шрапнелью, и это для него огромнейшая боль была. Но там, где нельзя было проехать на машине, он очень любил машины. У него машины разных государств были в дивизии, около 20 машин. И вот он на них и в разведку выезжал, и на красном Паккарде американском особенно любил ездить. И вот, дорогие мои, нужно отметить, что Василий Иванович именно в ночь с 7 на 8 июня начинает переправу 25-й дивизии в районе Красного Яра. И это был, в районе железнодорожного моста был отвлекающий момент. Там Беляков Александр Васильевич, тот самый Беляков, что летал с Шкаловым через Северный полюс в Америку, был адъютантом 75-го арт-дивизиона, и главной задачей было отвлечь внимание противника на себя. Чтобы именно думали белые, что только здесь мы можем войти, в город Уфу. А, значит, переправились в Красном Яре и вышли в тыл противнику. И Уфа 9 июня уже была взята красными. Нужно сказать, дорогие мои, мы в уникальном месте сегодня находимся. Вообще Башкирия очень богата своей историей. Дело в том, что именно отсюда началось восстановление границ нашего государства. Ведь она была окружена Россией в то время фронтами гражданской войны. То есть все, кому было не лень, все государства переправились сюда, чтобы отхватить хотя бы какой-то кусочек для себя земли нашей русской. Так вот, дорогие мои, многие белые офицеры, видя, что гибнет Родина, они перешли на сторону Красной Гвардии. Среди них я хочу сказать Брусилов Алексей Алексеевич, у которого Василий Иванович проходил свои военные университеты. Если на поля германской войны дело доходило до того, что за Крамолу против царя он расстреливал даже, отдавал приказы расстрелять тех, кто ведет эту Крамолу. Но, понимая вот это обстоятельство, он переходит на сторону Красных и до конца дней своих служит своей Родине. Но нужно сказать, что были и такие, которые не смогли изменить присяги данной Отечеству, царю и Отечеству. Это Ханжин Михаил Васильевич, талантливейший человек, командующий Западной армией, который, значит, отстаивал Уфу у Красных. Он не смог изменить, но всегда завидовал. И своим подчиненным говорил, да посмотрите, как они действуют обходом, обхватом. Как-то, знаете, вот находят решения такие, которые приносят им победу. Ну и, наверное, спасибо вам за внимание. Если будут вопросы, я к вашим услугам. Про детей расскажите, пожалуйста. Про кого? Про детей, про детей. А, у Василия Ивановича трое детей. Жена красавица Полина, медленно его. Значит, сын Александр Старший Васильевич, значит, дочь Клавдия Васильевна и младший сын Аркадий Васильевич. Нужно сказать, что Александр Васильевич сначала выучился на агрономах, а потом пошел по стопам отца, генерал-полковник артиллерии. Дочь – профсоюзный работник, а младший сын Аркадий Васильевич, вам, наверное, не слышно, я вам отвечу. Это самое Аркадий Васильевич – летчик-испытатель. Погиб в 1939 году при испытании партии самолетов для Испании. У него детей, конечно, не осталось. А у Василия Ивановича по войне 1914 года был друг Василий Камешкерцев. Умирая от ран на руках Василия Ивановича, он просил, Василий, не оставь мою семью. Вот этих двух девочек он тоже, значит, забрал свою семью, жену друга. И, в общем-то, вот дал свою фамилию. Но он погиб 5 сентября 1919 года. Василий Иванович Паев. И нужно сказать, что очень высоко оценил Федор Федорович Новицкий, генерал царской армии, который всю гражданскую войну прошел рука об руку с Михаилом Васильевичем Фрунзем. Когда они встретились, как-то вот зашел разговор, и Михаил Васильевич умел подбирать людей. Ну, Федор Федорович говорит ему, «Михаил Васильевич, я всегда буду рад быть к вашим услугам». И вот он очень высоко оценил именно талант Василия Ивановича как военного специалиста. А последний бой, расскажите. Что? Да, он переплывал вообще. Последний бой. Да, но на самом деле переплывал. Как бы в бою. Все, расскажите, я посмотрел. Хорошо. В общем, нужно сказать, что за свою военную деятельность на стороне Красной гвардии Василий Иванович Чапаев четырежды ходил три раза до Уфимской операции на Уральск с уральскими белоказаками. И, значит, вот этот четвертый, последний раз, когда он пошел. Нужно было отметить, что Михаил Васильевич Фрунзе – это командующий всеми фронтами гражданской войны, начиная с нашего Восточного. Сначала он Южную Дарную группу возглавил, затем, значит, он возглавляет Туркистанский фронт, а затем Южный фронт. И вот вы знаете, что интересно? Врангель Петр Николаевич, уже наступив на ступеньку парохода, отбывающего за границу, он повернулся в сторону России и говорит, я так спокоен за свою родину, здесь остается такая сильная, мощная армия, которая никогда не сдаст мою родину врагу. Вот с этими словами он уехал. Ну, в общем, кто захотел уехать, те уехали, кто захотел защищать родину, те остались. И вот Василий Иванович Чапаев, он оказывается вновь в 4-й армии, которая направлена на Уральский фронт. И здесь создаются такие условия для него. Зависть черная людей мучила. Один раз они его послали, когда он блестяще вышел из окружения, с заданием на дивизию, это был третий поход. Но, как бы, он вышел из этой ситуации. А была у него одна бригада и, как бы, полк. Да, полк был у него в том третьем бою. А здесь вроде бы и дивизия. Но 50-я дивизия, в которой, кстати, был будущий командующий Великой Отечественной войны Жуков, Юрий Константинович, 50-я дивизия. Но он был простым рядовым человеком. И вот эта 50-я дивизия не вышла во фланг вовремя 25-й дивизии. Она не прикрыла дивизию. И, конечно, вы знаете, нужно сказать, что казаки, они такая лавина, которая могла на своем пути смести все. И вот бой этот последний в Бищенске, город Бищенск, ныне город Чапаев, Уральской области. Кстати, все четыре музея по Чапаеву сегодня работают. Все четыре. И вот там случилась вот эта трагедия, где погиб Василий Иванович Чапаев. То есть неожиданно подошли, значит, белые. И нужно сказать, что они шли камышами. Они целыми днями шли по камышам. Но, видимо, здесь еще не столько сработало вот белые сами, сколько те, кому Василий Иванович делал замечание, что надо вот так сделать. Почему Вы хотите, чтобы люди погибли? Нужно, давайте, вот таким вот образом. Ну и опять одна дивизия, и вторая, которая опоздала вовремя, не получила приказ по этой причине. Вот такая трагедия случилась с этим замечательным, прекрасным человеком. Пожалуйста. Можно вопрос? Пожалуйста. Очень много вопросов идет, потому что Чапаев говорит, а на самом деле его отменили Сеппаев. Вы знаете, он подписывался в Чапаев. У него было образование, через Е подписывался. Через Е подписывался. Да. А Фронзе у нас в музее, вы можете посмотреть, подписывался своей подпольной кличкой Михайлов. На документах. Ну, на самом деле, как Чапаев или Сеппаев? Пишется вообще грамотно Чапаев, потому что дед говорил Чапай, быть Черповой, Чапай. Чапай, да? Да, вот так вот. Пожалуйста. И что интересно, Софья Алексеевна, жена Михаила Васильевича Фрунзе, и жена, значит, Колчака, тоже Софья Алексеевна, самое интересное то, что она, жена Фрунзе, долго не знала его настоящей фамилии, хотя уже было двое детей у них. Оказывается, фамилия молдавская у него. Отец молдаванин был, военный врач. И в переводе на русский язык означает «зелёный листочек». Пожалуйста, какие будут вопросы ещё? А про Петруху отправил Анку? А, про Петра. Вы знаете, в фильме мы с вами видим собирательный, художественно приукрашенный образ. Вообще в дивизии служило около 70 женщин. Но именно вот Поповой Марии принадлежит подвиг, который совершила она под чешмами у нас. Случилось так, что пулемётная точка была установлена, и как-то она простреливалась белыми. И рослые мужчины все были убиты, пулемётчики. Она одна, один на один осталась с пулемётом. Она видела, как стреляют. И она маленькая была, росточком. За пулемётом её не было видно. И вот она в течение двух часов сдерживала натиск противника. А Анка, почему названа она так? У Фурманова, значит, Фурманов с женой служил в дивизии. Она заведовала КУД-просветотделом. И звали её... Он называл её Ная, а вообще она Анна была. И вот он, видимо, в книге как написал вот это имя, так и в фильме оставили это имя. Это собирательно прикрашенный образ. Женщины ходили и в разведку, и кашеварами были. И что интересно, дорогие мои, вот сняли с пароходов у белых флаги, царские флаги. Женщины Иванова Вознесенского полка, который присутствовал в Красном Яре, ткачихи же они, они красные полосы сшили вместе, и из белых написали 25-я Чапаевская дивизия. Впервые в Красном Яре эта дивизия была названа Чапаевская. Теперь это уже имени Чапаева дивизии. Так вот, что интересно, и пониже написали полукругом, значит, 25-я Чапаевская, а пониже написали 220-й Иваново-Вознесенский полк. Такая история была. Спасибо за внимание. Спасибо. Вы знаете, там, я бы вот сказала, там, какое-то, понимаете, сегодня отношение не воспитательное, не показать хорошую сторону, а именно что-то вот достать, как бы грязное белье показать. Вот это очень больно и тяжело. Это даже вот смотришь вот эти передачи любые, что и Малахова, что и другие. Ну, кому это нужно? Так, выворачивать наизнанку душу человека. Это, я вот эти фильмы не обожаю. Но вот последний фильм, я не помню название его, как о Чапаеве, он пока что, там пока что женщина Татьяна была, ну, этого никто не скрывал никогда, что и жена Фурманова была влюблена, Василия Ивановича Чапаева, она преклонялась перед ним, а Фурманов ее ревновал очень. Вот, и, в общем-то, нужно сказать, что вот это все, это личная жизнь человека. Это так неприятно, вот это все. Но даже в этом фильме он показан как мужчина. Он едет, спасает женщину, и все-таки он выполняет задания. Поэтому я не думаю, что честь Василия Ивановича здесь была в какой-то степени унижена. Вот, хотя пытаются это, многие сделали, пытаются. Действительно, в Урале утонул, да? Это доказано, да? Вы знаете, очень много версий ходит. Я читал, да. Очень много версий ходит. Как будто живой остался. Да, вот, где-то он там в какой-то больнице был, еще что-то пишут. Но, знаете, это домыслы. Это домыслы. Даже есть версия, что венгры, в дивизии был интернациональный полк 222-й, они якобы вот уже тело Чапаева из Урала достали и несли до города Николаевска, и там похоронили в чужой могиле. Но в советское время всем было некогда, а теперь и тем более. Это вот все. Так вот, знаете, висит большим вопросом. Считается, что утонул, что местом гибели Чапаева и могилы Василий Ивановича является река Урал. Вы сказали, четыре музея, да? Так, сейчас я вам скажу. Наш Красный Яр, Балакова, Чебоксары и Саратов. Все четыре музея работают. У нас в Уфе здесь памятник стоит и есть. Вы знаете, памятник стоял там, где сейчас стоит памятник Салавату Юлаеву. Я еще помню этот памятник в детстве, потому что странно, железнодорожные мосты, его очень хорошо было видно. Сейчас его убрали в запаснике. У нас экспонируется только фотография в музее. А можно будет восстановить этот памятник? Ну, я думаю, можно, если да, этим вопросом. Да, он есть, он есть. Но, видимо, он реставрации уже подлежит, поскольку он в запаснике находится. Реставрации, как там, кому этот вопрос обратиться? Вы знаете, я бы вам посоветовала обратиться в охрану памятников истории и культуры. Да. Василий Иванович заслужил, я считаю, для не только для нашей Башкирии, поскольку на нее была как бы возложена вот эта задача Лениным, то, что автономию она получила. Самостоятельно. А потом, дорогие мои, обратите внимание на то, что национальные республики у нас появились только после декрета Ленина. Были уезды, и никто не знал, кто такой бедный Башкирик, кто такой татарин. В общем, и тоже русский, мы все были как бы русскими. Да, это первая Башкирия. Да, да, да. Спасибо вам за внимание. Какое внимание. Спасибо большое. Спасибо. Вы побывали у нас на слете, да, на слете. А у нас приготовлены памятные значки, каждый участник слета. Мы себе прикрепили такие значки. Вот вам на память, да? Вот. И я, честно говоря, у меня трезвый человек, и у меня почему-то слезы текут. Я не могу понять эту реакцию. Вот вы рассказали. Может быть, от того, что вот такая дальняя информация дошла вот до нас вот и память, у нас вот память и медаль, что не смотрим, да, что же отслете. Чтобы вы у нас побывали и нас это как-то цель. И нам приятно дешевле. Спасибо вам. Фотографии можно с вами сделать? Почему не здесь? Петр Семенович Петр Семенович Саев это орденарец Василий Иванович Чапаев. У него было вообще 20 орденарцев, но вот этот был неотлучным. Он и зашивал его шинели, и чай ему подавал и все. Как есть стихотворение «Под икону троеручицы, Петр Семенович Саев мучится, 20 пуль влетело в бурку Чапая и заштопать надо вот эти все отверстия». А он как историю показали, что он 26 лет, он погиб вместе с Василием Ивановичем. Нужно сказать самое, что это был очень талантливый человек подписять Василию Ивановичу Чапаеву. Это как бы был его оберег. Водя там. Вопрос у меня дается родом откуда мог? Саратовского область. Саратовского область? Да, Семенович Саев. Я читал, пишут, что из Балкатайского района это почти. Нет, нет. Вы знаете, столько людей к нам приезжало, которые даже родственникам Петра Семеновича Исаева хотели представиться. Но ведь когда копнешь историю, нужен же документ. она не может это самое сосовчее. Опроженный. Потому что я сам Балкатайского района, потому что я хотел от вас услышать. У нас есть могила Петра Исаева. Это Кундравы село, Чебаркульский район. Значит это фикция. Чебаркульский район Челябинский район. Есть могила конкретная Исаев. Не знаю какого. Он же тоже погиб в Буральске. Буральске. он погиб не в Уральске, был в Бичинске. Нареке Урал. Это фикция. Никак он не мог. И в Челябинске они же не проходили. Не, ну понятно. Ну я как бы выжил в полонке, получается, сколько-то уехал, а потом здесь вот Кундрава. Нет, нет. Апсамиска прописала где-то в 80-80 в 80-80 Чапаев переплыл прямо на берегуях похоронили. Нет. Это нет? Вы знаете, венгры, как очевидцы рассказывают, эти же венгры, что они несли Василия Ивановича и пытались похоронить степи но когда значит посмотрели если конница поедет и земля будет проваливаться это их как бы настроить на то что там свежие могилы и могут ее раскопать и поэтому вот они на кладбище пришли в николаевск и там похоронили в чужую могилу и такая версия есть но это все версии тут мы ничем не можем жена вот пелагея это последняя она же поедет туканула же она белогварельская я сам читал вы знаете что это клавдия нет нет клавдия васильевна это пишет об этом она девочкой была еще маленькой поэтому я как-то вот это уже не очень не воспринимаю жена была стуканула нет я белогварель привела там все если она жила саратовской области то как же она стукануть могла когда Василий Иванович поедет лимбищенский это ж несоответственно вы можете рассказать вам русских поезжали по крови уже это Валентин Михайлович Чапаев был у нас в музее он был танкистом на именном танке Чапаев служил в год Великой Отечественной войне воевал племянник племянник старшего брата сына а генерал-майор он отечественной войны он приезжал он приезжал но до того как я работал мне не довелось вопросов нет вы долго проработали 35 лет я прослужила Василия Ивановича он так меня закалил вы проникли все его характером его можно сказать это самое вы знаете действительно вот наше поколение оно как бы было влюблено в свою родину до сих пор это в нас осталось а сегодня все да вот лучше бы нас немцы завоевали вот такие вот вещи это такая нелепость такая глупость да по чьей-то пятой тогда нищая голодная Россия встала на защиту страны восстановила границы все свои это как бы вот этот дух мне кажется надо передавать все равно наше поколение даже мне 58 как все равно вот как он мне сказал вот честно тебе приедь я знаете как сказал вот правда другой был а там чего читал я хочу еще сказать вот он моложе меня что Василий Иванович Чапаев и Михаил Василий Фронзе у них никакого военного образования не было вот они они же вот это таланты земли нашей что интересно Михаил Василий Фронзе его же понимаете приговорили к смертной казни через повешение попал он все-таки в руки охранки посадили в одиночку во Владимирскую тюрьму и вот вы представьте себе и вот он в это время когда вот это как бы решение выносится он изучает военное дело в оригиналах он знал очень много языков это был такой талантливый человек и вы знаете на его защиту подумывались профессора Петербургского Технического института если вы убьете Фронзе знайте вы убьете один из блестящих фрумократений ну так и убрали жизнь как будто язву я читал о нем потом так и убрали и что интересно да его отправляют в ссылку в Сибирь Манзурков и сажают уголовником которым было поручено уничтожить этого человека это настолько был обаятельный человек он их уговорил там вот такие деревья значит высокие стоят тын загорожено они его размотали и выбросили через этот тын перекинули ведь он мог упасть на этих коле вот на на трияде но бог миловал вот сначала он Василенко был там потом Михаилов и все пробирался сюда в Европу в Россию в Иваново это место где он собственно как бы вся его деятельность революционная началась и почему он перешел на революции в 1905 году в Петербурге состоялся расстрел рабочих которые пришли 9 января он настолько был потрясен что он пишет матери в письме Маврии Ефимовне мама я отдаю себя революции так конечно как мама всполошилась зачем тебе это надо ты получишь образование она пишет старшему сыну в Москву Константину в разуме его Миша когда Михаил написал Костя простите Костя его звать это Миша же в фронте Михаил Васильевич Константин Васильевич пишет он отвечает брату Константину Васильевичу ты лечишь больного человека он приходит вновь в свое убогое жилище где нет еды нет одежды он должен работать 14 часов в сутки и поэтому надо менять все в стране эту книгу Фурманов написал как у него в дальнейшем от Чапаева вы знаете я очень трудно читаем книгу конечно это очень трудно она читается но нужно сказать что конечно Фурманов писал эту книгу Чапаева это именно живого Чапаева написал поскольку его общение вот это все с людьми там показано и все таки нужно сказать что вот многие говорят что вот если бы не Фурманов никто бы и не знал Чапаева по одной эфимской операции и сегодня вы знаете уже многие политики возвращаются понимая то что именно красные спасли в то время большевики спасли Россию восстановили ее границы у меня мучает вопрос почему при советской власти все таки мало вековечен Чапаева и улица какая-то такая второстепенная второстепенная улица какая-то названа Чапаева я очень жалею что я так поздно пришла к Василию Ивановичу на работу но вся проблема в том что действительно наша Вашгерия она выдвигает больше своих национальных героев тоже неправильно конечно вот несмотря на то что Василий Иванович родился в русской семье русский по национальности это к 100-летию его со дня рождения его были найдены документы метрики где он записан именно русским и поэтому сегодня как бы то что Чувашия оценивая его талант назвала его своим героем легендарным очень неправильно очень неправильный подход я сегодня кому то говорила уже трежды вам обратиться как комиссар от именно нашего слёта вот Чапаева есть пока еще есть она второстепенная в Затоне в Затоне где-то в центре в центре недалеко от Переолок можно сказать от Салавата Юлаева проспект да? Недалеко от проспекта Салавата Юлаева там Витошникова рядом маленький закуток там новые дома сейчас стали строить легендарного Чапаева он Уфу сейчас был ну я думаю знаете что он не Уфосов не только Уфу вот из-за этого знаете именно 25-й Чапаевской дивидий под командованием Василия Ивановича Пальма первенства принадлежит именно в исходе Уфимской операции а отсюда началось восстановление границ все стали получать автономию легендарного Чапаева не просто Чапаева Ульца а легендарного Чапаева переименовать ну вот фронт уже переименовали хотя я ее фронтом называю я в свое время когда учился в технике к нам приезжал в ПСБ и рассказывал что вот эти анекдоты про Чапаева сочиняют специально за границей и через Дальний Восток к нам их запускали чуть ли не тысячи человек этим занимаются нет пять институтов занимались когда Советский Союз был пять институтов просто придем анекдотом занимались это когда Советский Союз был ну вы знаете такие анекдоты о Василии Ивановиче ходили о его славе и вы знаете мы отмечали 100-летие Василия Ивановича вся страна даже газеты которые вообще никакого отношения ни к военным никому каждая газета отозвалась на эту дату все отозвались а в музей вещи его нет вы знаете что сам музей является памятником в котором был Василий Иванович Паев дом построен 1840 года да и вот этот дом был построен на следство прихожан Красноярцы построили для священников местной церкви это в то время был самый большой дом в нашем селе да и было три входа в это здание и вот они значит заняли белые приходили белые занимали потом да 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 а приходили красные красные занимали и потом еще бомбежка была бомбежка же была там вы знаете там телефон Василий Иванович стоит ребенок граждан оригинал оригинал но по нему только в Москву в Кремль к Ленину попадешь в оригинал вопрос вопрос такой вот сейчас там музей какой-то особый режим если сегодня по времени несколько человек там нужны сертификаты вот с вас сегодня что суббота да ну мы позвоним сейчас Галенте Сестровне а вообще до обеда сегодня